Да, работа с PIP-8. Очень удачно реализовано то, что PIP-8 у меня не включен в специальных PY Flymake, иначе большую часть кода пришлось бы, она бы посвятилась бы красным, потому что или варнингами. Соответственно, чтобы этого не происходило, PIP-8 не включается на этапе разработки кода, но потом его можно опционально запустить по клавише Ctrl, Python, код PIP-8, CP-8. Ну и дальше смотрим. То есть, как бы стандартный режим компиляции, соответственно, по всем вот этим вот предупреждениям можно ходить, нажимая просто клавишу F8, мы попадаем на те места, которые PIP-8 не нравятся. То есть, вот эти вот все куски кода, вот допустим, тот же white space, как я уже показывал, Ctrl-Z, WD, мы удаляем весь white space, количество ошибок в PIP-8 у нас резко сокращается. Поехали дальше. Следующее, что мы здесь еще можем? Тут ему не нравится, тут ему не нравится то, что у нас он ожидает две сетей строки, пожалуйста, поехали. Здесь ему запятая. Здесь у нас стоит несколько, а стоит он там на одной строке и так далее, и так далее. То есть, рефакторинг кода в соответствии с PIP-8 делается достаточно просто. Просто нажимаем клавишу F8, вот так вот мы идем по коду и исправляем все те места, которые не соответствуют PIP-8. То есть, тот кусок мы уже сделали. Ну, файл большой здесь, это, в принципе, и мой файл, это файл сторонних разработчиков, я показывал для примера, как это может работать.